1 2 3 4 5 всем здрасьте с вами сварок и мы продолжаем наш увлекательную серию телепередач про личные артефакты но перед этим конечно же небольшой блок который поможет тем кто все еще не вытянул похоть высо или сайл сосверный я думаю что многие из вас видели ценник на покупку виртуальные голды и также как я считаете что этот ценник конске поэтому я могу вам предложить сайт донатов нет где вы можете задонатить напрямую притом дешевле чем самой игре забудьте про передачу аккаунтов все пополнения только по айди игрового аккаунта а при регистрации по моей ссылке вы получите купон который даст скидку на первую покупку но и также после недавнего обновления комиссия на пополнение стима у донатов нет достигла 14 процентов что является самым выгодным предложением на рынке но помимо всего прочего на сайте представлен огромный спектр игр которых вы можете занести донат дешевле чем через официальный ресурс ссылочка в описании ну и следующий на очереди капюшон госпожи снов эксклюзив на эзрина увеличивает эффект исцеления героя на 10 ну в принципе как и любой артный хилов при активации дыхания просветления это ульта резина есть 50 процентный шанс сбросить кд ну ультой как мы знаем эзрина хилит на всю карту то есть в принципе данный арт можно использовать 50 процентный шанс срабатывания тоже неплох плюс подхила он еще даст союзнику на 4 секунды плюс кроме подхила он даст союзнику в которого прилетела ульта на 4 секунды свой талант а именно получаемый урон из одного источника не превысит 60 процентов максимального хп принципе пользоваться можно поэтому почему бы да даже качать его и не надо новые полного деле ну и хорошо едем дальше арт на хаску когда герои не видим повышают урон на 20 процентов принципе неплохо а также получает невидимость на 3 секунды когда активирована суперспособность что он даст на максимальной прокачки да бог его знает скорее всего он будет также повышать урон не думаю что будет увеличиться невидимость но в любом случае во время невидимости даже во время ульты также будет повышаться урон почему бы и да потому что тот же череп он повысит урон только на 10 процентов но и плюс еще после убийства на те же самые 10 процентов ну и плюс еще после одного убийства на 10 процентов то есть как бы хорошо но эффект будет действовать крайне мало а здесь 20 процентов даже без прокачки поэтому я тоже считаю что данный арт стоит к использованию тихая грация эксклюзив для среди честно скажу никогда у меня среди не было и все ее навыки я только видел и читал непосредственно в галереи персов поэтому ничего толком сказать не могу но если так подумать то данный перс как бы сам по себе не столько хил сколько сейвер нашей команды и размазыватель урона по всему лицу после того как уже все получили по щам и поэтому вторая часть эксклюзива когда завершается действие ульты уменьшает эффекты потери узы поэтому великолепно одели качнули чуть-чуть и погнали среди гонять поэтому думаю данный арт прямо хорош непосредственно для нее и всякие остальные хиловские арты можно пока отложить если у вас есть среди и тихая грация для нее в следующем идет арт навыса око осмеяние великолепно недавно высу завезли похоть поэтому если у вас есть высы похоть то вас открываете с энергия когда во время ульты у выса атака увеличится на 15 процентов плюс с этим артом тоже открывается интересная ситуация потому что если у вас есть похоть я думаю что многие вытащили за лимит и есть выс то похоть любым уроном от синергии своей будет накладывать поджог то есть это просто так бустанет выса на постоянку поэтому качаем гоняем вместе с похотью проверяем что будет я думаю что это достаточно неплохо плюс на фулл прокачкой мы получим увеличение наносимого целям урона с эффектом поджога на 30 процентов а вот вторая часть не будет вообще увеличится поэтому у нас как было 5 секунд так и останется но все равно неплохо поэтому у кого есть выс у кого есть этот арт попробуйте погоняйте сравните уроны и потом пишите в моментах мне будет интересно послушать ваше мнение но у нас впереди якорь проклятых это эксклюзив на рива который тоже является эксклюзивом то есть лимиткой то есть кому повезло и кто застал событие его призвали те с кем гоняют а кто не застал событие либо начал играть позже и у кого нету рива может в событие вы не призвали то сочувствую потому что арт больше никому не прикрутить на фулл прокачки данный арт будет повышать наносимый ривом урон на 20 процентов то есть по одному проценту за каждый ап но на самом деле риф у нас один из немногих танков которые неплохо отыгрывают в dd и имеют неплохо достаточный хороший контроль поэтому я считаю что данный арт если у вас есть риф стоит сразу на него напялить пускай риф идет и начинает всех убивать увеличение атаки при прокачке арта не будет и увеличение количество складываний тоже не предвидится поэтому мы только за каждый кап арта получил плюс один процент к урону но в принципе даже так это будет неплохо с тем условием что риф у нас играет далеко лишь не везде и в большей своей части от него нужен какой-либо контроль но явно не урон плюс большая часть наших артов на танков является танкующими артами и хотелось бы какого-то разнообразия но я не говорю про кольцо и белый зуб но в любом случае увеличить наносимый урон просто так на 15 процентов это великолепно ну а мы едем дальше пламя толкеля это эксклюзив на зилу на фул прокачки мы будем наносить на 30 процентов больше урона цельным с эффектом поджог это единственное изменение которое получит арт в своих навыках увеличение времени которое будет накладываться на добавь поджог не будет меняться но в любом случае взяла ходит на то же самое кб ее можно прикрутить в команду и свой сам заодно заодно из походе поэтому достаточно интересно будет посмотреть потому что статичное постоянное повышение урона потому что мы используя похоть будем всегда зажигать босса то я думаю что это просто очень даже великолепно это прямо круто но надо бы потестить и посмотреть потому что на первом уровне при всем моем уважении но маловато будет густа и с тем же кровотоком от того же салазара если кровь держится постоянно то мы получим больше плюсов от уловой охоты которую сможем собрать но прокачки до копим собираем одеваем зилу бьем кб покров печали ну это вообще смешно эксклюзив на эпика да это самый наш один из первых эпиков которого мы получаем это наш первый лидер которого нам дают до его чуть-чуть перерисовали и переделали потому что раньше он вешал на союзника впереди стоящего баф на пробитие есть не ошибаюсь на увеличение урона сейчас этого нет но в любом случае эпиками особенно такими не играют только в самом начале а в самом начале выбить такой арт ну по моему очень тяжко и очень сложно поэтому как бы не хотелось но кто получил такой арт соболезную потому что это как минимум минус 40 сияющих метеоритов слитых в трубу зов зимы примерно плюс-минус то же самое потому что это эксклюзив на ворота ворот выпал из меты плюс-минус год назад даже больше поэтому он может наносить какой-то урон но я не думаю что это будет прям вах и ох 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 поэтому то же самое кто выбил себе этот арт сочувствую и держитесь и максимум куда его можно прикрутить попробовать хотя бы постараться хоть примерно это на зелуса чтобы пробивать щиты но с воротом я думаю большинство уже есть робот это не это не я которому он не падает поэтому робот в данном случае будет посимпатичнее а когда на глобал нам завезут хельгу то вообще все отпадет желание играть эпиками потому что хельга это будет лего из крафта которая имеет тоже boost с а и очень неплохо наваливать потому что залуфа и фонический венец эксклюзив для лаи как бы да интересные плюшки она там может и повысить и скорость и regen ярости и крит урон но мое почтение лаю гоняют насколько я могу судить по всему что вижу на глобале только как доб героя на кб чтобы она заливала команду причем ее берут в помощь они берут свою и наряжают ее в рог чтобы она заходила в бой сразу с яростью поэтому я не думаю что данные арт будет полезен как-то но это конечно мое сугубо личное мнение может кто-то с ним гоняет и прямо писается от счастья пишите в комментах посмотрим может быть это и вправду самый топ а я просто не вкуриваю тему но пока вы пишите мы подойдем к сердцебиению орла личный арт для каэда повышает вероятность получить благословение крыльев после исчезновения бареклева на 30 процентов чтобы вы понимали благословение крыльев это его талант который может увеличить атаку если исчезла одна птичка если исчезла другая птичка то он использует атаки бури вместо обычных атак а если 3 птичка то увеличивает скорость атаки до конца боя и это бонус еще суммируется четыре раза до 120 с а допами и на фул прокачки вероятность получить этот самый баф благословение будет составлять 80 процентов плюс 20 процентов у самого каэда поэтому после каждой птички он будет со стопроцентным шансом получать свой баб ну в принципе интересно только жалко у меня в каэда и у бабло не то он по нему очень писается паром и очень желает получить но как только он его получит или я то мы конечно же за тестим и посмотрим насколько это интересно вы в принципе сам по себе герой это тоже интересно особенно когда он может там выдать 30 полных атак но это уже дело 10 тесты покажут ну а так в принципе выпал арт да почему нет бустанутью даже без прокачки арта талант каэды 20 до 50 процентов это по моему очень даже неплохо все это только мое мнение и я как любой человек могу ошибаться и если вы считаете что я где-то был неправ то пишите в комментах но она сегодня все продолжим разбирать арты следующем выпуске всем благосклонного рандома богатого дропа и мирного неба над головой с вами был сварок удачи